Об удорожании будем говорить сегодня и в тематическом блоке. Ну а пока следующие новости. Минсельхоз оштрафовал импортеров на 56 миллионов сенге. С начала года выявлено свыше 1300 нарушений карантина растений. А вот уже 7 июня ведомство запретило ввоз томатов и перцев из Туркменистана. Временно. Связано это с вирусом плодов. Прошу выдержку и сообщения пресс-службы министерства. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов Государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата. В адрес Государственной службы по карантину растений Туркменистана направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований. А теперь о фруктах. Яблоки, персики, слива и другие косточковые подражали в два раза. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в телефонном интервью с продюсерами Атамикен Бизнес привел председатель ассоциации садоводов Арсен Роздаулетов. Давайте послушаем фрагмент беседы. Тем временем в Караганзе морковь продают по цене бананов. Свекла достигла 500 тенге за килограмм. Вера Шеллер выясняла почему. Вот примерно абрикос, вот 2200 продаем. Вот такой цены никогда не было. Цены на абрикосы, сливы и черешню в Караганзе в этом году. Просто космические черешни на прилавках по 1800 тенге за килограмм. А стакан клубники отпускают по 750. Хозяйка овощного отдела Асем Акпанбетова уверяет, такого роста цены не было никогда. Оптовая стоимость от розничной отличается всего на 50-200 тенге. Если поднять выше, покупатели разбегутся, уверяет женщина. Очень дорого. Покупка, потому что дорого. Примерно помидор, 500 тенге оптом, это очень дорого. Завоза мало, нету, заканчивается морковка, картошка. Все заканчиваются же. Товар мало, поэтому они дорого. В этом году ценники кусаются не только на экзотические для карагандинского региона фрукты и ягоды. Недоступно для средних слоев населения стали морковь и свекла. Цены на эти корнеплоды сравнялись с привозными бананами. Килограмм продают по 500 тенге. При этом получилось, что яблоки этим летом дороже банан почти на 300 тенге. Свекла ужасная. Свекла это вообще что-то. Мы никогда такую цену не знали. Даже 150 было, и то мы говорим, мол, как дорого это. А сейчас уже 500, 450 свекла. Картошка, да, подорожала тенге на 200, на 300. Примерно так. Очень дорого сейчас ее брать. Скоро будем кушать по праздникам. В управлении сельского хозяйства Карагандинской области рост цен на овощи. Первые необходимости связывают с сезонным подорожанием. Специалисты признаются, что в стаб-фонде почти не осталось прошлогодней продукции. А цены на привозные овощи этого года сильно завышены. Отмечается на рынке небольшое подорожание плодовочной продукции. Это связано с сезонным характером и, соответственно, с логистикой. Потому что сейчас пошла поставка продукции овощной с юга республики и соседних. Узбекистана, Кыргызстана продукция. Она, естественно, чуть дороже. Потом свежий новый урожай. Заканчиваются запасы местной продукции. А вот в Мангистаусской области для сдерживания цен в стаб-фонде выделили 500 миллионов тенге. Компании, занимающиеся поставками привозной социально значимой продукции, получили кредиты под очень низкий процент. Кроме того, управление предпринимательством Мангистаусской области подписали меморандум с крупными торговыми сетями. Владельцы же овощных лавок уверены, что высокие цены на картофель, свеклу, морковь и капусту продержатся только в течение ближайших 20 дней. Все это напрямую повлияет на продажи, которые, по их мнению, упадут на 50%. То есть картофель сегодня дороже, а через месяц он сильно упадет. Это в связи с тем, что местный урожай начинается или дешевле, там соседняя страна, с Россией, там картофель уже мы начнем привозить. Допустим, лук у нас наоборот дешевле стал, чем прошло год. Индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в Мангистаусской области с начала года составил 105,9%. Со всеми супермаркетами на социально значимые продовольственные товары, 19 наименований, на них был подписан меморандум. Мы им установили определенные цены на социально значимые продовольственные товары и они это все сдерживают. Если в Актау снижение цен ожидают через 20 дней, то карагандинцам, по словам специалистов Управления сельского хозяйства, овощи и фрукты доступнее станут лишь в конце августа. Вера Шеллер, Жанар Масугутова, Мухаммед Шаткам, Дмитрий Оборок, телеканал Атамикен Бизнес. И вот следующие цифры за первый квартал 2021 года. Смотрим. Экспорт казахстанских овощей и фруктов снизился на 21,4%. В сумме это 32,8 миллионов долларов. Далее у нас идет импорт. Импортировать мы стали соответственно больше на 6,4%. Это 142 миллиона ровно. А вместе с тем яблок, груш и овощей вкупе с другими позициями мы стали закупать на 38% меньше. Ну и на 47% это по овощам. Сейчас после небольшого анализа вопрос вам, уважаемые телезрители. Как вы считаете, в чем причина удорожания овощей и фруктов? Для того, чтобы на него ответить, вам необходимо навести телефон на экран, просканировать QR-код. Сейчас он появится в этом углу. И далее вас это автоматически перекинет к нам на платформу. У нас проголосовало уже больше тысячи человек. И 54% за третий вариант они считают нет систематизированного плана развития сельского хозяйства. Почти 30 комментариев. Позже некоторые из них зачитаю. Ну а сейчас к нам присоединяются гости эфира. Это Тулиутай Рахимбеков, первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии АОЛ. Здравствуйте, Тулиутай Сатаевич. Ну и по скайпу сейчас к нам присоединится ваш коллега по беседе, Максат Абдукаримов, председатель Ассоциации садоводов. Здравствуйте, я вас приветствую еще раз. Начнем мы, наверное, с отраслевиков, с тех, кто в прямом смысле находится в поле. Максат, вот смотрите, наверняка из-за пандемии и из-за проблем с логистикой у нас, точнее у вас, подорожала в том числе продукция. Прежде чем мы начнем беседу, давайте уясним составляющие удорожания цен. Сегодня мы говорим конкретно об овощах, фруктах, косточковых, если говорить в вашей терминологии. Прошу. Добрый день, меня Свет. Вас слышно хорошо, но можете говорить громче. Я бы хотел учитывать не только ценообразование. Как вы упомянули ранее, сальдо импорта превышает экспорт. И получается, что мы импортозависимы практически по всем видам продукции. Поэтому хотел бы предположить, что ценообразование на наших прилавках происходит за пределами наших границ. Это первое. Второе. Это пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Были нарушены водистические цепочки. И она повлияла на ценообразование в сторону увеличения цен. Третья основа, которую бы я хотел упомянуть, неиспользование всего потенциала сельского хозяйства, что и приводит к импортозависимости. То есть по сотрудничеству не закрываем собственное потребление ни по каким нормативам, ни по каким видам продукции. При этом нужно также учитывать, что мы находимся в ЕРАЗС, и любой товар легко вымывается на рынке, где цена выше. То есть в России, соответственно, цена выше, и любой товар уходит туда. Нашим же бизнесменам интереснее работать на экспорт. Хорошо, вот вы говорите, что потенциал сельского хозяйства у нас не раскрыт, садоводство, овощеводство. Некие меры предпринимаются? Мне интересно узнать, и чуть позже я это сделаю, у вас, насколько вы чувствуете, что они работают? Вот и, кстати, сейчас, уважаемые гости, вы видели сюжет моей коллеги Веры Шеллер. Она рассказала об опустевших стаб-фондах Караганды. Об их малой эффективности, кстати, говорил и министр торговли. Сейчас прошу напомнить слова Бахата Султанова на заседании правительства в начале марта. Также неэффективно формируются сами запасы стаб-фондов. К примеру, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены выросли на сахар 56,9%, крупу гречневую 40%, масло посолнечное 31,1% и яйца 17,5%. При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года наблюдался незначительный рост цен. Необходимо пересмотреть стаб-фонды, сконцентрировав средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах. Ну и буквально вчера мы рассказывали о жалобах казлардинских предпринимателей на безучастие местных властей в посткарантинный период. По их словам, мер по реабилитации и восстановлению ресторанового бизнеса основного потребителя плодовых и фруктов до сих пор не предусмотрено. Плюс ко всему подорожали тарифы. Владельцы кафе боятся потерять клиентов, а вот что говорят сами посетители заведений. Смотрим. Своя местная продукция уверенно обошлась бы нам всем дешевле, а к нам все завозится из соседних Узбекистана, Шимкента. У меня семеро внуков, хочется побаловать их черешней, персиками, абрикосами, но цены космические мне не по карману. Ну а сейчас вопрос зададим нашему гостю Талютаю Сатаевичу. Я знаю, что для овощеводов и садоводов тарифный вопрос не менее чувствительный. Вот коли уж упомянутая жительница Казларды вспомнила Узбекистан, где тарифы для производителей ниже, где больше СЭС, где нет пошлинновоз к нам на территорию. И вот в этом смысле мне интересно, что делается для того, чтобы наш товар на нашей территории был конкурентоспособным. Очень хороший вопрос, что касается тарифов, которые вы подняли. На самом деле по тарифам мы проигрываем тому же соседям Узбекистана очень значительно. И на это жалуются не только плодоводы и овощеводы, на это жалуются практически все переработчики. Особенно мукомолы, почему наши комбинаты стали уходить в Узбекистан работать, птицы, фабрики и так далее. Те, которые энергозависимы в очень высокой степени. Почему у нас не развиваются теплицы, тоже очень высокие тарифы на электроэнергию. Я задал бы встречный вопрос, куда делись все дачи? Дачники. Вот в советское время люди были заняты 5 рабочих дней на работе. В пятницу вечером уезжали на дачу, в субботу, в воскресенье работали, частично обеспечивали себя плодовочной продукцией. Сегодня половина этих людей безработные могли бы 7 дней в неделю работать на дачах. Но дачи сегодня бездействуют. Практически единицы дачных массивов остались на плаву. Куда они делись? В чем причина? Когда я работал в Карагандинской области, я начал разбираться. Все ссылаются на дороговизну воды. Но на самом деле не сама вода дорогая. Тариф на воду состоит из двух тарифов. Собственно, стоимость воды, ее как за природный ресурс, я сейчас не знаю, сколько она стоит, но тогда в 2011 году она стоила примерно 20 тыинов за 1 кубометр. То есть практически бесплатная вода была. Но вот стоимость электроэнергии, которая отпускалась дачным кооперативом, ее энергокомпании приравнивали как сельхозтоваропроизводителем. И электрическая энергия им отпускалась по цене как минимум в 2 раза выше, чем городским жителям. При том, что я понимаю, когда в село доставляется электроэнергия на огромные расстояния, затраты и так далее. Но кооператив-то находится в черте города. Мелькомбинаты в черте города. Птицефабрики рядом с городами. Какие затраты на доставку электроэнергии? Вот одна из причин, почему сегодня мы практически потеряли все дачные кооперативы. И то же самое, почему не развиваются теплицы. Тепличное хозяйство тоже очень сильно зависит от стоимости электроэнергии и от стоимости подаваемой воды, опять же, из-за тарифов на электроэнергию. Понятно. Ну вот смотрите, мы сегодня говорим и о том, мы долго уже говорим, и Мукамолов мы тоже затрагивали, о том, что мы с узбекскими коллегами наших предпринимателей казахстанских в неравных условиях. Да. Вот мне интересно, от того, что мы это говорим, постоянно у нас выступают предприниматели, что-то уже делается, что-то уже сбалансировано? Ну, говорим мы как минимум лет 15, но практически ничего не делается. Если честно, откровенно говорить, как бы до конца. Понятное дело, есть кто-то определенный, кто защищает интересы энергопоставщиков, энергопроизводителей, но можно же найти баланс, в конце концов. Ну вот, допустим, я иногда люблю сравнивать с советским временем. Для сельхозтоваропроизводителей тариф был в 4 раза ниже, чем для городских потребителей. Птицы фабрики получали электроэнергию по одному тыину, когда в городе получали по 4 тыина. За счет этого сельское хозяйство развивалось. Почему бы не вернуться? Я понимаю, что там тоже частный бизнес, это их доходы, но иногда доходят до смешного, когда начинаешь разбираться внутри их тарифов. Ну вот смотрите, насчет финансирования, да, мы сегодня говорим, и субсидирования, в том числе, да, как составляющая успеха наших предпринимателей и ценообразования. Я знаю, что в прошлом году, позвольте мне зачитать эти данные, в прошлом году, по-моему, да, Казагру инвестировало в развитие садоводства Казахстана более 21 миллиарда тенге. Казахинвест совместно с Турцией реализует инвестпроект в сфере садоводства на 204 миллиона тенге. В конце прошлого года была информация о том, что субсидии на садоводство увеличат с 25 до 40%. Вот мне интересно, Тулиутай Сатаевич, вы видите какие-то изменения? Стало ли жалоб меньше? Возможно, какие-то хвалебные отзывы? И, Максат, после мы переадресуем вопрос вам. Если честно сказать, то вот этот сумм, который вы озвучили, 21 миллиард тенге для садоводов – это мизер. Но если сказать 21 миллиард, на эти деньги можно построить примерно 7 теплиц площадью по 3 гектара. Ну вот смотрите, я припоминаю, сколько там было тонн. Чуть больше 70 тонн. Это же совершенно немного. Ну, даже если построить 7 теплиц по 3 гектара – это 21 гектар, примерно по 1500 тонн – это с большой натяжкой, что при условии получения трех урожаев по голландским, израильским технологиям, то на 21 гектаре 1500 тонн – это 30 тысяч тонн. Это мизер. Казахстану для собственного потребления надо примерно около 2 миллионов тонн овощей. У нас 19 миллионов населения, норма потребления – 100 килограмм овощей на человек, плюс 70 килограмм картофеля на человека, плюс 22 килограмма плодовых – это медицинские нормы. Если все это считать, то получается всего где-то плодовочной продукции где-то нужно около 4 миллионов тонн. А вот здесь вот одна из причин роста цен нынешнего я вижу в том, что очень большие перекосы идут в статистике. А в какой статистике? Сегодня производство плодов овощей в основном занимается, Максат, наверное, не даст мне соврать, это мелкие крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства. До 80% по картофелю, но последние данные не знаю, но за 17-й год могу точно сказать, 94% картофеля производят мелкие крестьянские и личные подсобные хозяйства. Сегодня можно сказать, что при таких условиях Казахстан производит почти в 5 раз больше овощей, чем в 91-м году. И еще при том, что наши орошаемые земли сократились в 2 раза, с 3 миллионов гектаров до 1,5 миллиона. Совхозов, колхозов нет, вот мелкие крестьянские хозяйства практически без государственной поддержки могут они в 5 раз больше производить продукцию. Кто в это может поверить? Лично я не верю. И если посчитать вот эти, даже советский уровень 91-го года, 955 тысяч тонн разделить на наши почти 19 миллионов граждан, получается, что Казахстан сегодня производит около 49 килограммов на душу населения. Норма 100. То есть мы не закрываем даже половину. Дужее потребление. А если еще вычесть определенную часть на усушку, труску, гниль там и так далее, и так далее, то реально Казахстан, наверное, под собственным производством закрывает только 40%. На 60% мы зависим от импорта из Узбекистана, Китая, Таджикистана и так далее. В немалой степени, конечно, подорожание нефтепродуктов. За последний месяц-полтора бензин подорожал на 25%. Вот самый ходовой для легковых автомобилей, 95-й бензин вырос с 175 тенге до 210, 220, 230 тенге. Плоды, овощи люди сразу заметили. А почему по бензину мы не говорим? От бензина зависит много чего. Это же транспортировка. Конечно, это тоже закладывается. Тем более я еще одну цифру приведу. Что если в Европе, в европейских странах затраты на транспортные расходы составляют 3-4% себестоимости продукции, там все-таки высокая плотность населения. Во Франции, допустим, в 25 раз выше плотность, чем в Казахстане. А в Казахстане при таких наших расстояниях на транспортные расходы уходит 13-14%. Это большой показатель. Все это усугубилось вот именно последствиями, не то что последствиями, вот сегодня продолжающейся пандемией коронавируса. Есть определенные ограничения международной торговли. То есть многие говорят, что ограничения в импорте. Естественно, все это не могло не сказаться на ценах на наших рынках. Второе, это вот то, что как бы наши фермеры пользуются как бы сортами, непригодными к длительному хранению. Если в сентябре собрали, то максимум сентябрь съели. До ноября, до декабря, до января наших овощей просто нет времени. Промышленные переработки малопригодны. Есть такие показатели содержания сухих веществ в томатах. Из наших томатов мало из чего можно сделать томатную пасту. И третья причина, это отсутствие инфраструктуры сельского хозяйства. Вот позавчера я встречался с хозяином одного из рынков нашей столицы, Нур-Урды, Нур-Султана. Он сам попросился ко мне на встречу, проконсультироваться по вопросу. И я встречный ему задал вопрос. Вот ты мне объясни, может быть, я говорю, у меня старая информация, в чем причина. И он сказал, сеть перекупщиков, серых дилеров. В черте города, не считая, пока с юга доедет до нашего города, до столицы, в черте города, от границы города до прилавка продавца, 3, как минимум, посредника. Каждый из которых добавляет минимум 10-20%. И получается, что все, что производят наши фермеры, сельские труженики, они получают 10% от конечной цены. А 90% доходов оседает в карманах посредников, которые ничего не производят, они занимаются только купи-продай. Вот, кстати, вашим же словам вторят наши подписчики. Чуть позже я их комментарии, Тулита Сатаевич, зачитаю. Но, к сожалению, уже не вам. Я знаю, что вам пора бежать по делам. Спасибо большое за то, что пришли, за то, что перечислили все проблемные моменты. И сейчас мы уже с Максатом их подробнее обсудим. Еще раз вас благодарю. Всего хорошего. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам большое. Максат, ну что ж, вы сейчас слышали, да, Тулита Сатаевич нам перечислил проблемные моменты. У меня же к вам вопрос. Я сейчас перечисляла то, что у нас в стране предпринимается для поддержания садоводства. Тулита Сатаевич дал свою оценку этим 20 миллиардам, да, примерно, от Казагра, сказав, что это совершенно небольшие цифры. Вы что думаете? Вот, например, от того, что Казахинвест совместно с Турцией реализует инвестпроект в сфере садоводства на 204 миллиона тенге, есть какие-то, я не знаю, продвижения в бизнесе? Есть стоимость примерно 10 гектар. Это не капля в море, это абсолютно никакое влияние на рынок или на цену не окажет. 21 миллиард, который выделил Казагра в прошлом году, если даже они полностью освоены, сады посажены, это примерно около 2000 гектар, то через 5 лет они дадут урожаев примерно в 50 тысяч тонн, что также недостаточно для устранения дефицита торгового сальда. По одному виду продукции только, в яблоком, скажем. А если учитывать все остальные виды продукции, то абсолютно не будет никакого эффекта. Потенциал садоводства составляет около 100 тысяч гектар садов. Экспортный потенциал садоводства в данном случае составит более 1 миллиарда долларов. Если к нему добавить переработанную продукцию, можно выйти на цифры в несколько миллиардов долларов. У нас есть все основы для реализации эффективной отрасли именно в садоводстве, но государственная политика в данном направлении, она невнятная, не сконцентрированная, ничем не приводящая. Какие слова Полита Исатаевича о состоянии факторов производства, большинство из них деградированы, никакой планомерной работы по их развитию не производится. Земли находятся раздроблены, частично в частной собственности, остальные деградировали, может, неухоженные. Капитал в сельском хозяйстве на плохих показателях находится. То есть реализации садоводства невозможно достичь, имея залоговые ресурсы сельского жителя. Если говорить конкретно, 1 гектар сада стоит от 20 до 30 тысяч долларов, нужны инвестиции туда. Ни у одного фермера такие залоги не имеются. У нас по фактору производства, как трудовые ресурсы, абсолютно недостаточно специалистов. У нас нет базы, обучающей современному садоводству. Нет полноценной информационной политики, открытости данных нет по имеющимся производствам и так далее. По государственным мероприятиям, поддержке. И такой немаловажный фактор, как предпринимательская активность, тоже находится в не лучшем состоянии, потому что фермерство является на данный момент не бизнесом, а скорее работой или даже способом выживания. Понятно. Ну вот смотрите, по поводу консалтинга, я хотела вам задать этот вопрос. Тем не менее, вы, предвосхищая, уже дали мне ответ. Действительно не хватает кадров квалифицированных и агрономов? Абсолютно не хватает. Ну вот смотрите, Махсат, а если все-таки обратиться к международным каким-то организациям, консалтинг зарубежных стран, зарубежных компаний? На этот счет у нас осталось очень мало времени, поэтому можете однозначно ответить, да или нет. Поможет, нет? Нет, эта практика имеется. Иностранные агрономы работают на наших предприятиях, но не все могут себе это позволить. Больше 100 тысяч человек у хозяев в южном регионе имеют на дело меньше 5 гектар. Соответственно, капитализация бизнеса, потоки, которые формируют данное производство, не способны оплатить иностранного специалиста. Поэтому здесь для массового, для удовлетворения спроса на рынке нужно массовое развитие садоводства, а для этого нужно развитие всех факторов производства. То есть у нас цепочка ценностей, по мнению Минсельплоза или не знаю каких специалистов, формируется именно в саде. Цепочка ценностей формируется, начиная с питомника, начиная с производства оборудования и техники, обучения кадров, доступности инвестиций, доступности информации. Это проекты в сфере садоводства, которые приведут к повышению продуктивности действующих садов, использованию садопригодных участков, созданию специализированных агрозон. И тогда мы сможем достичь реализации потенциала садоводства, посадить 100 тысяч гектар сада, развить уже на базе товарных потоков логистику, развить на базе имеющейся продукции переработку, экспорт и так далее. Максат, вот смотрите, я обращусь сейчас к нашему телеграм-опросу. Вы меня слышите, да? Часто очень интересные мысли пишут на злобу дня. Некий подписчик А8 пишет, добавьте в Каспий магазин овощи и фрукты, скоро в кредит будем брать. Насколько я понимаю, нашим телезрителям очень интересно, когда все-таки цены пойдут вниз. И главный момент, мы же понимаем, что сейчас в том числе они взвинчены из-за сезонности. Тем не менее, когда цены пойдут на спад в разных регионах, это разные месяцы, где-то уже в следующем месяце, где-то в августе, будут ли продукты дороже, нежели в 2020 году? Безусловно, продукты всегда будут дорожать, из года в год они дорожают. Но вслед за инфляцией должна подниматься заработная хвата, которая всегда у нас отсутствует. Спасибо большое, Макс. Фактор сезонности, вообще неправильное понятие, я считаю. Фактор сезонности подразумевает, то есть, добавление к потокам импортного продукции местной продукции, которая поспеет в сентябре и в октябре, как Исатей Тулликович сказал, уже будет съедено. То есть, вот эта сезонность у нас на 2-3 месяца закрывается, дальше мы снова кушаем импорт. По сути. Спасибо большое, Максат, за то, что присоединились к нам в режиме прямого эфира. Мы же продолжаем эфир.